Зачем нужен Xbox Series X? Вы вправду хотите это знать? Чтобы играть? Разве нет? Да, в принципе на этом можно было закончить видос, но для начала всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз я вам отвечу на самый популярный вопрос на сегодняшний день среди Sony боев и не только. Перед началом видео, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну а также скинуть это видео тем, кто не понимает смысла вообще в Xbox. И да, в этот раз напишите в комментариях, у меня есть Xbox, чтобы остальные тоже понимали, что Xbox есть у многих, и что в принципе не я один в нем вижу смысл. И давайте начнем. Зачем нужен Xbox Series X? Этим вопросом задаются не только ярые фанаты PlayStation, но и ПК-геймеры. Ведь по сути на Xbox нет чего-то такого, да и скорее всего не будет, чего бы не было бы на других игровых платформах. Чаще всего к этому вопросу прикрепляется фраза типа «Ведь на Xbox нет эксклюзивных игр, и я во всем смогу поиграть на своем ПК, и даже за онлайн платить не буду». В принципе, это верное высказывание. Так как ни для кого не секрет, что во всей эксклюзивной франшизе вы действительно сможете поиграть на ПК, но поскольку Windows 10 и Xbox это практически одно целое. Но даже это не делает Xbox бессмысленной консолью. Кстати, если кто-то не знал, то у команды Xbox самая главная цель это не продать как можно больше иксбоксов, а подсадить всех вас на их сервисы и подписки, с чем в принципе они очень хорошо справляются. Многие после этого могут сказать «Капец, майки даже иксбоксы не хотят продавать!». Но давайте слушать внимательнее, поскольку я не говорил, что они не хотят продать иксбоксы. Это просто их не самая главная цель. И вообще, в принципе, как многие из вас слышали, майки получают больше прибыли не с продажи консоли, а именно как раз таки с подписок. И вообще, прекращайте считать чужие деньги. Это ни к чему. Как бы вы не хейтели иксбоксы и не видели бы в нем смысл, смысл все-таки есть. И в большинстве случаев он именно в комфорте и выгоде. Команда иксбокс в восьмом поколении, хотя, наверное, и в девятом она тоже продолжит гнуть свою позицию, предложит вам два варианта. Либо вы покупаете менее мощную консоль за очень вкусную цену, либо вы покупаете консоль мощнее, гонясь за 4К разрешением, и делаете это все равно выгоднее, чем бы вы собирали бы такой же ПК. Всем ПК-геймерам могу ответить сразу. Как бы вы не наворачивали свой компьютер, графон, может быть, у вас будет и лучше. Но его стоимость будет выше, Microsoft Store попудрит вам мозги, а самое главное, вы все знаете, что оптимизация игр для ПК бывает не идеальной. И да, если вы еще не знаете, то не у всех есть ПК, который бы без проблем потянул бы абсолютно все игры Microsoft в таком же качестве, как потянет Xbox Series X. Если у вас есть действительно мощный ПК с видюхой, поддерживающей RTX, и вы готовы к тому, что у вас без проблем может вылезть ошибка, то в принципе да. В этом случае Xbox Series X покупать не особо есть смысл. Но поскольку у вас уже есть то, на чем вы сможете поиграть. Но так или иначе, у вас все равно будет соприкосновение с Xbox, поскольку Xbox Live, поскольку его игры и так далее. Майком повторюсь, абсолютно пофигу, на чем вы играете, поскольку вы все равно в этой теме Xbox, поскольку вы покупаете игры, вы покупаете подписки и так далее. И опять же, не думайте, что все такие и у всех есть такие ПК. Я, кстати, вам даже больше скажу, есть люди, которые имеют ПК и не играют на нем. И я один из них. Вообще, для тех, кто не знает, у меня есть ПК, который без проблем потянет какую-либо новинку. Но я не играю на нем, и не хочу играть на нем, поскольку у меня есть Xbox. И тратить нервы для того, чтобы запустить какую-нибудь игру и встретить какую-нибудь неизвестную ошибку, я больше не хочу. На своем Xbox я могу запустить, в принципе, те же самые игры, а самое главное, я смогу в них поиграть без всякого геморроя. Кстати, лично в моем случае стоит даже такой вопрос, зачем мне ПК для игр, если у меня есть Xbox? И да, если что, мне ПК для игр действительно не нужен, поскольку я на компе лишь работаю и стримлю. И, в принципе, для этого я его и покупал. Говоря об эксклюзивах, приводя сюда примеры эксклюзивов Плойки, ответ на самом деле очень прост. Попробуйте запустить без ПК на своей Соньке какую-нибудь там Forza, Gears или новую Halo Infinite. Ох, не получается? Может быть, тогда уже стоит понять, что как бы есть эксклюзивные игры Microsoft, не конкретно Xbox, а именно Microsoft, которые доступны только для ПК и только для консолей Xbox. И, в принципе, они считаются эксклюзивами. В чем заключается комфорт Xbox, вы просто нажали пару кнопок и запустили ту игру, в которую хотели поиграть. Все. В принципе, для этого и покупают консоли. А выгода заключается в хорошей цене. Опять же, мы не знаем, какая цена будет по факту, но исходя из того, какая стоимость была на Xbox One S, и то, что майки говорят, что в принципе цена будет очень вкусной, можно предположить, что она будет все-таки доступной, и майки в этом не обидят. И, в принципе, ни для кого не секрет, что содержание Xbox выходит намного выгоднее, чем содержание PlayStation. И лично по своему опыту скажу, что Xbox чаще всего покупают ради мультиплатформы, а PlayStation ради эксклюзивов. Если кто-то с этим согласен, то ставь лайк. Да, на блоке есть действительно клевая фича, позволяющая играть в фритуплейные игры бесплатно, без подписки, но давайте будем честны. Неужели, имея консоль, вы будете играть только в фритуплейные проекты? Ну, мне кажется, что нет. В большинстве случаев все равно все играют в мультиплатформу, а там уже каждый выбирает то, на чем ему больше хочется играть. И выгоднее, конечно же, играть в мультиплатформу среди консолей именно на Xbox, поскольку есть подписка Xbox Game Pass и Аргентина. Ну, если вы понимаете, о чем я. На самом деле, я не очень понимаю смысла задавать вообще такие вопросы, в чем смысл этого, в чем смысл того. Каждый просто выбирает то, что ему нравится, и не ставит перед собой вопросов, почему я должен это купить. По секрету вам скажу, вы никому и ничего не должны, и вас никто не обязывает что-либо покупать. Ваш выбор, это ваш выбор, и вы выбираете покупать это или нет. И какой бы исход ни был, он особой роли, кроме вас, конечно же, ни для кого не играет. Если же вы, конечно, в этом случае переживаете за майков и за судьбу Xbox, то не переживайте. У Xbox все будет хорошо. Поскольку большинство все-таки понимает в нем смысл, играет на нем по сей день и радуется, и, скорее всего, возьмут Xbox Series X. Лично я возьму Xbox Series X ради того, чтобы не пропустить новые игры нового поколения, ну а также для того, чтобы получить сочную картинку, которая будет за счет технологии трассировки лучей. На этом, в принципе, все. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Если вдруг кому-то понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также пиши комментарии по этому поводу. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...